Спонсор выпуска новостей – салон красоты Бабар Бьюти Спа. Здравствуйте! Время новостей на канале «Саратов-24». Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Павел Фитилёв. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о главных событиях к этому часу. Остались без отдыха. Обидно только то, что 3 июня, а мы ещё не видим детей у нас в лагере. Почему саратовских школьников не пускают в детские лагеря? Отправили в 90-е. Что происходит в живое общение? В музейном комплексе «Моя история» для детей организовали необычный квест. Какая погода за окном ждёт саратовцев во вторник, 4 июня, на святого мученика Василиска? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохацкий. Не переключайтесь. В Саратовской области продолжает бушевать мышиная лихорадка. Заезды в детские лагеря отменили. К такому решению чиновников подтолкнули санитарные врачи, чтобы не рисковать. В больницах остаются сотни горожан. Не обошлось и без трагического случая. Учёные же говорят, всему виной обильные снегопады этой зимой. Роман Вазан узнал, почему число заболевших с каждым днём растёт. На эту постель застилается чистая постель, и мы готовы к приёмке детей. В её лагере только и слышно рабочих. Детского смеха нет. Директор Дубков Наталья Сыромятникова признаётся, до последнего надеялась, что заезд состоится. Обидно только то, что 3 июня, а мы ещё не видим детей у нас в лагере. Завхоз Григорий рассказывает, что принять детей готовы в любую минуту. Для этого подготовились и получили все разрешения. Но первую смену всё равно отменили из-за вспышки мышинной лихорадки. Теперь даже дворники работают в масках. В маске зачем? В маске заставили. В маске отец. Как только сошёл снег, мы провели первую обработку и территории центра, и прилегающей территории. Потом в середине, в начале мая мы провели вторую обработку лагеря. И контроль качества провели той обработки, которая показала, что всё нормально. Мышей нет, клещей нет, от комаров обработали. То есть лагерь был готов. Всего мышиной лихорадкой заболели порядка 350 человек. Не только в Саратове, но и райцентрах. Большая часть остаются в лечебницах, рассказали в региональном Минздраве. Не обошлось и без трагических случаев. Одна женщина скончалась от лихорадки. Геморрагическая лихорадка с почечным синдром часто начинает как гриппоподобное заболевание. То есть это повышение температуры, появление мышечных болей. Затем присоединяются явления со стороны почек. Это задержка мочи, потемнение мочи. При наличии вот такой симптоматии суставные боли могут присоединяться. При наличии такой симптоматики необходимо, конечно, обращаться к врачу, который поставит правильный диагноз. Экологи говорят, всему виной снежная зима. Осадка выпала столько, что хищники не справились с мышами. По словам ученых, подцепить инфекцию можно даже во время уборки на даче. Были случаи, когда человек попросту дышал зараженным воздухом. Наличие большого снежного покрова, то есть большого количества снега выпавшего, что позволило сохраниться большой популяцией мышевидных грызунов. Ну и, соответственно, как основной источник, резервуар, есть среди них инфекции. Инфекция поддерживается всегда, но у них циркулирует. Они выделяют с экстрементами, мочой. Если родители приобрели путевку за свои средства, им деньги будут возвращены. А те, кто приобрел бесплатную путевку на основании муниципальной услуги, то компенсация никакая не предусматривается в этом случае. Для них она и так была бесплатной. И мы сейчас предлагаем бесплатные варианты отдыха. Это досуговые клубы при подростковых клубах по месту жительства. Чиновники и врачи надеются, что вторая смена пройдет по плану. Не будет сидеть без работы и завхоз Григорий. Говорит, чтобы лагерь не пришел в запустение, придется следить за территорией. Сегодня, например, в Дубках косит траву. Роман Базан, Олег Буланов, Саратов, 24. 16 домов в Саратове могут быть достроены на федеральные средства. Об этом стало известно на прошлой неделе. Вячеслав Володин провел встречу в Москве с руководством Фонда защиты правдольщиков. Принятые решения обсудили в Саратове. Глава города на очередном заседании рабочей группы по достройке проблемных домов озвучил ряд кооперативов, которые могут быть достроены за счет средств Федерального фонда. Среди них немало объектов, которые потребуют больших финансовых вложений. Например, дом жилищно-строительного кооператива «Оптимист-2018». Чтобы его ввести в эксплуатацию, необходимы несколько десятков миллионов рублей. Блок секции 1А. Нам понятны прогнозируемые затраты по этому дому. Квартиры проданы. Но чтобы время не тратить, я должен сказать, что данный дом в настоящее время прорабатывается с Дома РФ. Добавить здесь больше пока нечего. Закатают в асфальт миллиард. В Саратове продолжают ремонтировать автомагистрали. Отмечу, что работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Саратове должны сделать 96 участков улиц. По словам подрядчика, ремонтируют круглосуточно. Пять автомагистралей уже готовы. Это больше 28 тысяч квадратных метров. Особое внимание подрядчик уделяет качеству работ. Кстати, о качестве этого видео выложили в социальной сети «Саратовцы». Кадры сделаны сегодня ночью. Работы ведутся в проливной дождь. Саратовцы задаются вопросом, это нормально? В реке течет, и они кладут асфальт в этот вред. А потом мы думаем, почему у нас такой плохой асфальт? Мы решили тоже узнать об этом у специалистов. Подробности в наших ближайших выпусках. Больше половины россиян испытывают стресс во время отпуска. К таким выводам пришли специалисты одного из крупнейших в России сервисов. Так, для каждого пятого отпускника источником стресса является организация поездки и дорога до мест назначения. При этом за последние три года число туристов, у которых планирование поездки вызывает неприятные ощущения, увеличилось на 7%. Страхи не покидают россиян и после прилета в пункт назначения. 28% туристов переживают, как добраться из аэропорта до места проживания. А вот стресс непосредственно во время отдыха испытывают 10% респондентов. Основные причины – страх заболеть, а также необходимость разбираться в курсе валют, говорить на другом языке и учитывать культурные особенности местных жителей. Финансовые вопросы и беспокойство о погоде – причина тревожности на курорте для почти 40% опрошенных. Чуть меньше – 38% – сталкивались со стрессом из-за страха потерять личные вещи или их кражи. Примечательно, что во время путешествий мужчины переживают меньше женщин – 42% против 35%. Мы решили спросить у саратовцев, а чего в отпуске боятся они? У вас возникают какие-то стрессовые ситуации или, может быть, волнения по какому-то поводу во время поезда? Конечно, самолеты пугают. Ну а еще что вот? Если вдруг погода будет неудачная, тоже пугает. А почему вы переживаете по этому поводу? Потому что не все зависит от нас. И как вы справляетесь с этими стрессовыми ситуациями? Исключительно говорю себе, будет все замечательно. Возникает стрессовая ситуация, волнуюсь. По какому поводу? Ну как, проснусь я или не проснусь, я путешествую во сне. Ну во сне, понимаете, путешествую. А наяву? Да какое вы что, издеваетесь? При нашей повышенной зарплате могут путешествовать только министры, депутаты и прочие, прочие. У остальных денег нет. Я всю жизнь путешествую, поэтому волнений, честно, нет. Почему? Я из Казахстана приезжаю, я живу в Казахстане, приезжаю, нет, никаких стрессов нет. Почему? А почему должны быть стрессы? Люди кругом хорошие, доброжелательные. Если что-то непонятно, расскажут, подскажут. Я еду, знаю кому, куда, то есть я не одна. Вот если же кто-то со мной есть, не боязно. Никакой переживала, честно. Всегда как-то уже собрано все это, то есть уже не первый раз, поэтому нет. Ты не знаешь, мне кажется, что отпуск – это счастье какое-то. И волноваться не стоит? Нет, конечно. Отпуск – это всегда радость. Нет, у меня таких неврозов нет. Сыграли в 90-е. В историческом парке «Россия. Моя история» отметили День защиты детей. Школьники прошли несколько интерактивных квестов и познакомились с играми своих родителей. Морской бой, домино, лото, дэнди. Для ребят организовали настольные батлы. Оказалось, что многие подростки не знали правила. Играли впервые. Полина Попенец видела, как школьники исправили заданиями. На один день они отложили свои смартфоны и погрузились в мир игр. Сегодня в парке «Россия. Моя история» школьники учатся быть миллионерами. Играют в шашки, лото и домино. То есть все популярные игры 90-х. Девчонки, привет. Скажите, пожалуйста, вот в домино вы впервые играете? Нет, я раньше знала про эту игру, но только сегодня научилась в нее играть. Она быстрая, то есть если хотите занять чем-то время, ну на небольшой срок, то можно в принципе в нее сыграть один раз. Все. Это лучше, чем сидеть в интернете, в смартфонах или нет? Только честно. Ну я думаю, да, потому что происходит живое общение. В экспозиции «Погружение в 90-е», например, у нас установлено Дэнзи, да, старый телевизор. Ребята могут посмотреть, с чего начинались те самые компьютерные игры, которые мы знаем сейчас, да, сложные стратегии. Это тоже вызвало интерес, да. И опять же морской бой, тоже всем нам известный. Тихо на уроках, да, когда было скучно, играли, чертили в тетрадках морской бой. Также для детей в парке провели увлекательные тематические экскурсии «Готовь к обеду ложку», «Гагарин на земле Саратовская» и «Куликовская битва». А еще ребятам предложили пройти квест романов и главной тайной династии. Ну адресовано это письмо, да, Александре. Вспоминаем императоров, которые могли бы свое письмо адресовать Александре. А после него идет Николай Первый. Николай Первый. Ребята, а у вас какие мысли? Все согласны. Все согласны? Сейчас я вам буду зачитывать определенные характеристики музыкальных произведений, а ваша задача понять, о каком музыкальном произведении идет речь. Все услышали этот фрагмент? Так, полный название, пожалуйста. Николай Вольфов. Абсолютно верно. Кто это написал? Ой, это-то-то. Шико? Шико. Абсолютно верно. Шико. Итак, мы справились. После прохождения квестов участникам предложили самостоятельно поизучать интерактивные стенды и проверить свои знания. А так как 1 июня, это еще и день родителей, к школьникам присоединились и взрослые. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов 24. Запустили обратный отчет. В Саратове в сентябре пройдет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. Именно поэтому на театральной площади ровно за 100 дней до старта появилось табло обратного отчета времени. На торжественной церемонии прошли показательные выступления спортсменов, а осенью участникам предстоит соревноваться в подъеме по штурмовой лестнице, преодолении полосы препятствий, боевом развертывании и эстафете. В состязаниях примут участие свыше 800 спортсменов и делегатов из 26 стран мира. Впервые в Саратове проводится чемпионат мира по какому-либо виду спорта. Мы шли к этому давно через региональные соревнования, чемпионат России, который проходил в 2016 году. И нам исполком Международной Федерации доверил проведение данных соревнований. И такой была первая часть выпуска. Прервемся на рекламу и прогноз погоды, а затем продолжим знакомить вас с новостями. Редактор субтитров А.Семкин Кооператив «Гарант Кредит» поможет сохранить и приумножить ваши сбережения просто, выгодно, надежно. Телефон в Саратове 708-444. Здравствуйте. Во вторник, 4 июня, на святого мученика Василиска. В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбье, Балакове, небольшая облачность без осадков. Ветер северо-восточный 4,7 метра в секунду. Днем до плюс 26, а ночью до плюс 11. А спонсор прогноза погоды «Секонд-хенд Вова». Внимание, каждую субботу 100% смена товара. Адрес город Энгельс, проспект Строителей, 8А. Секонд-хенд Вова. Что вы купили? Дети так быстро растут, постоянно новые одежды приходится покупать. А тут с мужем зашли в магазин Вова. А почему магазин Вова? Детям купили стильные вещи, таких точно ни у кого нет. Да еще денег хватило, мне на платье, мужу на свитер. Магазин Вова. Еще думаете. Проспект Строителей, 8А. В Саратове и Энгельсе солнечно и тоже не жарко. Температура днем до 23 градусов, а ночью до 14 выше нуля. Атмосферное давление около 762 миллиметров в ртутную столба. Вода в Волге пока 22 градуса с плюсом. На этой неделе, как обещают метеорологи, будет преобладать тихая и малооблачная погода. По приметам, если на Василиска соловей поет всю ночь, то день погожим будет. Всем всего доброго, берегите себя, увидимся. Мы продолжаем знакомить вас с новостями, работаем в прямом эфире. В России заработали новые схемы автогражданки. Теперь все спорные аварии до суда будет разбирать финансовый омбудсмен. Он есть в каждом регионе. Обращаться к уполномоченному придется, если страховщики отказываются выплачивать ущерб. Также теперь водители могут оформлять ДТП без патрульных. Даже если в аварии участвовала машина из-за границы, сообщают «Известия». О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». Сегодня в России прошел самый массовый ЕГЭ. Сдавали русский язык всего около 700 тысяч выпускников. Приняли тестирование более 5000 пунктов по всей стране и за рубежом. В ЕГЭ 27 заданий. На их выполнение дали 3,5 часа. Результаты будут известны не позже 20 июня. По словам чиновников, этот экзамен один из двух обязательных. Его результат необходим для поступления в ВУЗ. Школьникам надо набрать хотя бы 36 баллов. В Саратовской области ЕГЭ по русскому языку сегодня задавали около 10 тысяч выпускников, сообщают ведомости. В России отменен около 10 тысяч ГОСТов. Речь о нормах, которые принимали в советские времена. Об этом сегодня сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов. Несмотря на то, что большая часть из них относится к сфере добровольного применения, устаревшие советские ГОСТы мешают развитию российской экономики. Уточнил чиновник. По словам Абрамова, эти ГОСТы следует отменить или пересмотреть. По его словам, использование обновленных стандартов подтолкнет предприятие к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику. В России должник спрятался от приставов в могиле и притворился мертвым. Курьезный случай произошел в Астрахани. Мужчина не платил алимента долгов на 200 тысяч рублей. Судебные приставы выяснили, что неплательщик работает могильщиком на одном из кладбищ. Отправились туда. Злоумышленник понял, что идут за ним, недолго думая, лег в разрытую могилу и закрыл глаза. Но после того, как его назвали по имени и отчеству, вернулся к жизни. Теперь ему придется отдавать 200 тысяч рублей. Детская сказка в авторском исполнении в театре-студии Театралика состоялась премьера пластической постановки «Гадкий утенок». Это уже третий показ спектакля в студии. Впервые саратовцы увидели его в 2008 году. Сейчас главной роли исполнили действующие актеры детского театра. Анна Забалуева узнала, как юные артисты готовились к своим ролям и где они смогут показать свои умения. Она во дворе знатнее всех. Она испанской породы и потому такая жирная. Это уже третье поколение детей, которое выходит на сцену в таком образе. Детский театр-студия Театралика вновь представил спектакль «Гадкий утенок». Впервые его поставили в 2008 году. С тех пор постановка завоевала множество наград, а первоисполнители главных ролей стали профессиональными актерами. Это третий вариант. Он мало чем отличается от второго. Я имею в виду мизансценические. Ну а игрой, конечно, это же играют другие дети. И даже те мизансцены они наполняют по-своему. Безусловно, он изменился. «Гадкий утенок» – это один из немногих пластических спектаклей, которые играют в театралики. Кстати, в нем задействовано 11 детей в возрасте от 9 до 16 лет. Среди них и исполнитель главной роли. Иван Шашлов рассказывает, чтобы перевоплотиться в гадкого утенка, ему пришлось включить фантазию. Для начала я шел в городской парк, на пруд, смотрел на утку и на утят и представлял с ними утенка такого же. Не такого, как они, но который отличается от них, который больше них, который делает все не так, как они. Потом я наблюдал за повадками утят в интернете. Этот спектакль станет не только завершением сезона в студии. Им же в театралики откроют гастрольный тур. Дети отправятся в Испанию, где перед местной публикой они и покажут свои таланты. Анна Забалуева, Олег Бирюков, Саратов, 24. Побывать в Таджикистане, не выезжая из Сарата, вот такую возможность представил местным жителям музей имени Радищева. Там открылась выставка русских художников под названием «Дорога домой». Более полусотни работ привезли из столицы. На них изображены традиции, природа и жители Средней Азии. Рано Шагинян побывала на открытии экспозиции и знает подробности. Эта картина называется «Хороший человек, доживет ли до утра». Ее автор – художник Владимир Глухов. Все свои полотна он подписывал оригинальным способом. Например, на этой сделал надпись «Ништяки овощи фрукты». Работы российских живописцев из Таджикистана в Радищевском музее представлены впервые. На выставке представлены работы живописные двух русских художников, которые жили долгое время, учились, работали в Таджикистане. А затем, в 90-е годы, когда началась гражданская война, им пришлось уехать из Таджикистана, оставив большую часть своих работ в Душанбе. На картинах у Алексея Бесперстова и его ученика Владимира Глухова только красивые горные пейзажи, таджикские традиционные костюмы и размеренная жизнь, свойственная жителям Азии. Оценить творчество русских художников пришла и Людмила Миханькова. Она признается, такие яркие краски саратовские живописцы не используют. И вот этот желтый звенящий, который здесь везде присутствует, тоже восхищает, потому что все-таки саратские художники, хотя я тоже работаю в активном цвете, но в основном у нас очень такая школа саратская мягкая живопись, поэтому нам это не всем свойственно, такие яркие цвета и как бы очень интересно смотреть это все. Посетить выставку саратовцы смогут до конца июня. По словам специалистов, работы двух русских художников из Таджикистана смогут поднять настроение горожанам. Рано Шагинян, Максим Пустовалов, Саратов, 24. На набережной для подростков устроили фестиваль экстремальных видов спорта. Соревнования прошли в обновленном скейт-парке. Сначала перед подростками выступили профессионалы. Затем участники боролись за звание лучшего на скейтах, роликах и самокатах. Организаторы отметили, что праздник по этим видам спорта прошел в нашем городе впервые. В нем приняли участие 200 человек. Подробнее в нашей рубрике без комментариев. Что происходит? Почему их так много на площадке одновременно и все что-то делают? Что? Что это было? Вау! Вау, 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 вау. Что ж, ребята, это был фристайл байк-шоу. Мы очень были рады выступать для вас, город Саратов. Неожиданные сложные трюки. Вот это да! Что? Что, Дэнни, что произошло? Что это было? Давайте похлопаем, пошутим, покричим, соромал! Мы сегодня не закончим. Наши трюки будут сложнее, их будет больше. И мы видим, как на площадке появились два велосипедиста. Было площадку и вот... Вон он, летай, давай! 180 тысяч рублей, что он говорит? Что он делает? Он сумасшедший! Он просто какой-то сумасшедший! Потихоньку, результация, мы видим баттеркап. Побоют ли баттеркапы двух ребят? Легчайший, Орден! И в обратную сторону. Опа! Отлично! О главном к этому часу все еще больше событий на нашем сайте saratov24.tv. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. МБУ Дорстрой приглашает на работу водителей спецавтомобиля, трактористов, рабочих по благоустройству города, оформление ПТК РФ, своевременная заработная плата, сменный график, полный соцпакет. Телефон в Саратове 380140. Аэропорт Гагарин ведет подбор персонала. Телефоны для информации в Саратове 305080 и 305090. Одежда ведущего предоставлена магазином Брайтман. Спонсор выпуска новостей – салон красоты Бабар Бьюти Спа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова